Из серии как это делается. Я использую вот такие листки пищи бумаги А4 формата, складываю их пополам. Можно было бы и больше, но вот для демонстрации мне нужен маленький размер. Хотя работать лучше всегда на большом размере, но тем не менее бумаги-то не напасёшься. Вот. Я её вот сюда кладу, себе слева-справа. Итак, получается А5 формат и начинаем писать. Иногда получается с первого раза, иногда с первого раза не получается. Чаще не получается с первого раза. И, конечно, надо выбрать какой-то инструмент. Вообще, в идеале, сейчас была бы мне нужна, опять же, широкая кисть, так как я задумал. Но широкой кисти у меня под руками нет. Разве что использовать вот такой уголь. Мне нужна, короче говоря, так, есть у меня здесь такой уголь. Вот он. Вот такой вот уголёк. У него несколько профилей. Хотя совмещать уголь с чернилами, это, конечно, дурной вкус. Однако, я часто ещё оправдание, что я делаю иллюстрации, а не полноценную станковую графику. Мне этот уголёк нужен для того, чтобы дать широкий профиль. Ну вот, потренируемся, да. Вот он. Удовлетворяет он меня или нет? Ну, не знаю. Я... Вообще, кисть лучше. Вот всё, что я сейчас говорю, приходит в процессе рассуждения. Ну вот оно. Я хочу сейчас написать 26-е. Да, сегодня у нас 26-е. Этим угольком я могу сделать вот такой вот. Да, вот нормально. Уже нормально. Итак, нам нужно написать 26-е февраля. Ладно, 26-е. Что у нас есть в 26-е? 2 и сразу 6. Вот. Вот. Эта мысль мне пришла сейчас. Ну, смотрите, какая красивая, интересная затея композиционная. 2 Это двойка. Переходящая в шестёрку. Ну, когда я это написал вот с таким вот... Медленно, короче говоря, то есть не артистично, то оно плохо получается. Значит, надо рисовать артистично, что называется. 2 Вот примерно так. Вот таких вот надо написать до тех пор, пока она не получится. Ну, как в цирке. Должно быть всё сделано быстро, легко и незаметен должен быть пот. Вот сейчас я остановился, уже всё, жест нарушен. Вот эта пошла. Вот примерно так вот она должна быть. Ну, не будем затягивать. Иногда у меня таких вот вариантов бывает. Иногда с первого раза получается. Иногда с сотого раза получается. Мне сейчас здесь немножко мешает, что уголь надо нажимать. Нажим. Вот у кисти это было бы легче. Нет, я всё-таки пойду и найду кисточку. Поскольку эти действия у меня непредсказуемы, я сам не знаю, захотелось мне сейчас 26 написать. А чем писать? Ну, приходится идти искать. И, конечно, я очень часто, это мой недостаток, работаю на совершенно неподготовленной какой-то поверхности, например, там, бесправильно снимаю, бесправильно выставленного света. Я человек экспромта. В этом есть мои плюсы, в этом есть мои минусы. Вот сейчас я вот это, вот это, вот это же надо было сделать перед съёмкой. Ну, поскольку я себе поставил, как бы, задачу-то показывать честно всё. Ну вот, поскольку мы сейчас будем работать кистью, то неважно, что там. А вот. Итак, имеем. Кисть, чернила, вот. Они у меня вот здесь вот стоят. Да? И пишем 26. Ну вот, почти написал. Один. Вот это коряво. Вот здесь вот, видите, произошёл слом. Вот этого слома не должно. Вот. Почти. Ну, я не буду больше. Хотя здесь есть. Вот, 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 слом. Ещё где-то. Ну, давайте ещё раз напишем. Но это мы отложим. Потому что это может быть процесс бесконечный. Вот здесь вот происходит, почему-то вот в этом месте, почему-то происходит слом. Вот, его надо было бы избежать. Ну, можно исхитриться и его подкрасить, да? И, как бы, никто не заметит. Подкрасить можно и в фотошопе, кстати говоря, да? Потом уже, в компьютерной программе. Вот примерно так. Давайте, давайте сегодня не будем... Ну вот, ещё есть место корявое. Вот это вот. Вот здесь вот слом, да? Обо всех этих... Что я называю сломом и что я называю корявостью, я отдельно буду рассказывать. Сегодня я хотел просто продемонстрировать, как это делается. Вот. Попробую сделать это ещё более гладко. Не получается. Вот здесь вот происходит слом. Почему? Ну, это надо отдельно тренироваться. Я не знаю, почему это происходит. Вот. Вот здесь вот происходит. А, это от кисти. Всё понятно. Это происходит от кисти. Вот. Вот сейчас вот нормально. Нет. Вот здесь вот опять произошёл. Вот так он вот в этом месте происходит, этот слом. Он мне не нравится. Я думаю, что если бы я это делал, например, ну вот фломастером, то его нету. Ну, а что если сделать с фломастером? Ну, фломастер не то, что кисть, да. Фактура уже другая. Толщина уже не та. Вот. Ну, что, оставить эту или ещё попытаться? И вот, вот то, что я называю самогармонизацией. Вот вы знаете, наверное, меня музыканты поймут. Вот он садится что-то сыграть, и у него что-то не получилось. Вот опять, слом этот здесь происходит. Он здесь происходит постоянно. Видимо, придётся с ним сегодня смириться. Ну, как здорово получилось. Значит, надо вот эту сюда выше сделать. Вот. Ну, короче говоря, я, наверное, не буду добиваться этого совершенства. И выберу одну из этих. Мы для себя теперь знаем, где наши недостатки. Вот. Это у нас цифра 26. Получилось. Хотя здесь она уже ушла от двойки. Да, действительно ушла от двойки. Пока я тут, пока я тут боролся с этим самым корявым сломом, она у нас ушла. Чтобы эта двойка была, она должна ниже пойти. Как-то так. Хотя мало кто знает, что это 26. Но мы-то знаем. Но я-то знаю. Вот. Примерно так. Это была двойка. Это шестёрка. Теперь пишем февраль. Из этих мы потом выберем. Их вот огромное количество. А сейчас пишем февраль. Слово февраль можно написать очень разными вариантами. Я это уже делал. Февралей в моей жизни было много. Тут... Ну, опять. Я могу только сейчас вот наметить. Смотрите, сколько вариантов. Фе как можно интересно написать. Вот, да? Вот она такая фе. Е можно вот в стиле вот этой вот. Ведь наша задача написать это в едином стиле. Значит, она вот сюда как бы проходит рука, и дальше идёт Е. А потом должна пойти В, которая должна вот быть вот... асимметричной вот этой вот. То есть, я сейчас схему рисую. Вот. Смотрите, сюда пошла, эта сюда пошла. Это как бы В. Потом у нас есть Р, которая может вторить этому. Это называется ритм. Поддержка таким вот ритмическим. Раз, два, три. Да? А это здесь основа для Р. Это В. А это Р. А по-разному можно писать. Ну, видимо, её надо писать в стиле Е. Вот так вот. Хотя я люблю писать А вот так вот. Вот. Она так лучше для рукописного текста. Ну, может быть. Она вот здесь может быть такая. Февраль, да? Вот это Ф. Это заготовка. Эл может быть небольшая. Такая вот. Февраль, 26 февраля можно написать. А можно написать февраль. Вот так вот, да? Февраль так можно написать. А можно написать Я. И пойти отсюда. Вот. От этой, да? Вот. Да. Февраля. Вот так. Что мы имеем? Мы имеем Ф, В, Р, А, Л и Я. Вот если это сейчас суметь написать одномоментно, да, не отрывая руки, то получится подобие. Пока еще это не каллиграфия. Пока это только заготовка. Но это намек нам то, что можно сделать. Сейчас можно наложить сюда кальку. Можно в компьютере это все поправить и так далее. Но опять же, я сейчас не делаю какую-то особую такую работу. Моя задача зафиксировать сегодняшний день, да? Поэтому я не буду мудрить. Да, но это вот я показал сейчас только один вариант февраля. Вообще, надписи множество, да? Вот так вот можно. А теперь смотрите, как это Е с буквой В, которая вот как бы отсюда. То есть вот это вот Е, видите? Так. И как бы продолжение В. Вот, вот. Видите, какая удачная вещь? И тут же Р намечается, да, вот такая. А если А напишем, да? Л такая же. И вот как бы вот это, вот это, ОВ переходит сюда. Вот. То получается опять единый стиль, да? А Ф может быть отличаться, да? Тоже вариант. Другой вариант. Ф как бесконечность. А, вот еще одно написал, да? Вот. Вот. Ф может быть как вот такая две, такая, Фе, и В может быть вот такая. А Р тогда на противоходе вот этой может такая быть, да? А А может быть аналогичной этой. Вот так вот. А Л может отсюда пойти, хотя нежелательно. Либо быть, ну, как бы нейтральной. Вот такой вот, да, примерно. А мягкий знак, он идет где-то отсюда или от В, да? Или вот так вот. И опять получается в едином стиле, да? Ну, это надо прорабатывать каждый раз. И еще я могу придумать. Я, ну, поверьте, я могу таких вот вариантов придумать десятки. Десятки. Ну, надо же сегодня что-то делать, да? Вот. Поэтому я не буду сильно мудрить. Я напишу февраль как-то так, без особых изысков, да? Ну, вот мне нравится, вот мне нравится буква Ф, вот такая вот. Это мое изобретение, можно сказать. Да? Вот такая вот. Вот. А дальше... Так, пойдет? Не знаю. Сейчас она какая-то бестильная. Вот это одного стиля, вот это другого стиля, это третьего стиля, это четвертого. Четыре стиля получилось, да? Просто написать своим почерком. Ну, не знаю. И самый простой выход в данном случае написать полупечатными буквами, да? Ф, да, такая вот. Вот она. Ну, в общем, вот как бы есть много недостатков, а есть достоинства, что это написано в одном стиле, да? Итак, поехали. Ну, пусть будет такой февраль. Итак, у нас есть такой февраль и вот такая огромная куча цифр 26, которых я сделал, ну, достаточно много. Сейчас я из них выберу наиболее подходящую, совмещу их и получу сегодняшнюю календографию свою. Конечно, это был дизайн, это не было искусство. Искусством это было бы, если бы я вот это все сделал одновременно на одном дыхании, как единое произведение. Вот она разница между дизайном и искусством. Вот если бы я сумел бы взять одну кисть, например, да, и одной кистью сразу бы сделать 26-е и так далее, да? То есть если бы я сделал это вот такой вот какой-то вот. Вот этот жест есть искусство, здесь нет дизайна. Когда я сейчас начну собирать это все, это возьму, там, 26 возьму какую-то, да, вот такую, да, соединю их, то искусство уходит, остается проектирование. Ну, я одновременный художник и проектировщик, поэтому я себе могу позволить, значит, вот такие игры со знаками. Ну, посмотрим, что из этого получится. Субтитры создавал DimaTorzok